Паста с сушеным базиликом и оливковым маслом. Постная, но вкусная. А это паста с соусом песто, с сыром. Скоромная. Тоже вкусная. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Как только начинается пост, весь интернет сходит с ума. Везде требуют постных рецептов. Причем по умолчанию считается, что эти постные рецепты должны быть очень вкусными. Поубивал бы. У меня таких вопросов реально бомбит. Пост – это не диета. В пост верующий не на диету садится, а очищается духовно. Стремление вкусно жрать – это гортонобесие, это грех. Вот я грешник. Всякий раз, когда меня, жуткого чревоугодника, просят показать постное, но при этом вкусное блюдо хочется дать в лоб, я воспринимаю это как издевательство над собой. Что такое пост для христианина? Я читал. Это способ очиститься духовно, в том числе и удерживая себя от греха чревоугодия. А если еда вкусна, то человек наслаждается едой, то есть предается тому самому греху чревоугодничества. И пофигу при этом, есть в тарелке что-то скоромное или нет. Больше всего на свете я ненавижу неискренность. Сам не пощусь, никого к этому не призываю. Но при этом меня крайне раздражает, когда ко мне приходят люди на канал и начинают ставить мне вину, что я, видите ли, показываю не постные блюда, потому что у них, видите ли, пост. Так что вы в пост вообще лазите, выискиваете что-то вкусненькое? Поститесь? Ну так и поститесь себе. Забудьте про 40 дней, про все эти вкусности. Если бы я постился, я бы на эти 40 дней не просто скоромное прекратил есть, я бы вообще прекратил есть вкусную еду и тем более выискивать всякие вкусные рецепты. Так что ну не грузите у нее этим постом, пожалуйста. Короче, показываю вам сейчас рецепт постной пасты. Хотя какая она нахрен постная? Она очень вкусная и есть ее, значит грешить. Хоть и скоромного в составе нет. Поехали. Даже два рецепта вам покажу. Один совсем без скоромного, а второй с сыром. Сразу же, конечно, поставлю кипятиться воду для пасты. Сначала я приготовлю соус песто с коромной. Для него нужен свежий базилик, чеснок и орешки средиземноморской сосны, пини. Их можно заменить кедровыми. И пармезан. Пармезан натираю на терке. Я люблю готовить вкусную еду. Услышьте меня. Я сейчас говорю не о том, что я готовлю вкусно. Я говорю о том, что я выбираю для съемки роликов рецепты, которые считаю вкусными, которые мне очень нравятся. Иногда мне не получается приготовить вкусняшку. Иногда получается откровенный отстой. Но для того, чтобы получить классный результат, важно использовать хорошее, годное сырье. Для вкусного соуса песто нужно использовать действительно вкусный пармезан. Замените его на пашихонский и не ждите успеха. Отправляю сыр в комбайн. И туда же орешки. Теперь дело за базиликом. Итальянцы традиционно используют зеленый. Я пробовал брать для песто фиолетовый. Получается неплохо. Но вкус все-таки отличается. Базилик тоже отправляется в комбайн. А теперь чеснок. Вообще говоря, есть такая версия, что название свое соус песто получил из итальянского глагола пестаре. Бить. В смысле толочь что-то в ступке. И, конечно же, во всяких левых кулинарных журналах тиражируется бред, что базилик для песто надо обязательно толочь каменной ступке. И ни в коем случае не стоит резать ножом. Потому что металл якобы реагирует с базиликом, и это ухудшает его вкус. Уж 30 лет на кухне нож из ржавеющей стали можно встретить только у фанатов. Все пользуются нержавейкой или вообще керамикой. Такое впечатление, что авторов этих статей выгнали из школы сразу после первого класса. Как только они научились читать и писать в интернете. Ножи не ржавеющие. Их даже кислоты кухонные не берут. Ну, лимонная там или уксусная. Какое уж там черту реагирование с базиликом. Добавляю оливковое масло холодного отжима. Опять повторюсь. Для того, чтобы соус получился вкусным, ингредиенты должны быть вкусные. Поэтому масло обязательно холодного отжима. Ароматное, вкусное, с легкой горчинкой. Измельчаю все в труху. Соль не добавлял. Пармезан достаточно соленый. Крупность измельчения на ваш вкус. Кому-то нравятся крупинки в соусе. А кому-то по душе больше гомогенная текстура. Вот так будет достаточно. Красивый. Что тут у нас? Не надо ли добавить чеснока или масла? Пахнет. Отлично. Может быть, чуть-чуть соли, но нет. Воду посолю чуть посильнее, когда буду пасту варить. И будет хорошо. А можно же не буду сильнее солить. Примерные пропорции для этого соуса я в описании видео, конечно, укажу. Но не бывает двух одинаковых пармезанов. Не бывает двух одинаковых по силе, по аромату базиликов. Не бывает чеснока одинакового по злючности. Поэтому доводите до вкуса, добавляя по чуть-чуть каждого ингредиента. Составляйте свой букет вкусов и ароматов. Это же ваш песто. А вода между тем закипела. Соль и паста. И опять повторюсь, чтобы блюдо было вкусным, все ингредиенты должны быть вкусными. Я взял сегодня вот такие спагетти. Они даже без всяких соусов очень недурны собой. Пока паста варится, займусь старым соусом. Его даже соусом-то называть нельзя. Наливаю на сковородку оливковое масло холодного отжима. И начинаю подогревать. И опять повторюсь, масло обязательно холодного отжима. Самое вкусное и ароматное, до которого вы можете только добраться. Оно здесь не для жирноты. Оно должно дать свой оливковый вкус, свою горчинку. И нагревайте очень осторожно. Никакой температуры кипения или тем более температуры дыма. Оно должно чуть-чуть нагреться. Даже до 100 градусов не догревайте. Капну воды для контроля. Не дай бог закипит. Тут же снимается огня. Загреваю масло для того, чтобы его ароматы усилились. И вот сейчас сюда отправляется сухой базилик. В горячем масле он очень быстро отдаст свой аромат. Не жгите его. Масло не перегревайте. 2-3 минуты и он отдаст свои ароматы в это самое масло. И этого будет достаточно. Сразу после этого выключайте огонь. Паста сварилась. Итак, перекладываю в сковородку. Это будет постная... Прости, господи. Хорошенько перемешиваю. Ароматное масло стремительно впитывается в пасту. Очень, очень важно варить пасту, если вы собираетесь есть соусами, до состояния аль денте. Если паста сварилась полностью, если она мягкая, то значит она впитала себя в воду. И значит впитывать ей соус в себя уже некуда. Это место занято водой. Поэтому до состояния аль денте свою мягкость она доберет, впитывая соус. И это главный секрет итальянских рецептов с пастой. Ну и вторая паста. Перекладываю сюда песто. И сюда же отправляется паста. Сразу же добавляю воды, в которой она варилась, чтобы отрегулировать нужную густоту. И перемешиваю. От тепла пасты соус начал пахнуть совершенно дуряюще. Вся кухня пропитана ароматами свежего базилика, чеснока, оливкового масла. Фантастика. Так, ну и здесь тоже базилик для красоты. У ресторанных фаворов есть такой излюбленный прием. При подаче блюда его украшают теми ингредиентами, из которых блюдо приготовлено. Это как бы подсказывает едоку, чего же он такое ест. Так что вот немного орешков и несколько ломтиков пармезана. Вот такие две пасты. Одна без скоромных продуктов, вторая со скоромными. Но, на мой взгляд, обе они не могут считаться постными. Слишком уж вкусные. Понравилось? Традиционно ставьте лайк. А вообще лучший способ сказать спасибо – это поделиться этим видео с друзьями в соцсетях. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok